Привет, друзья! Недавно вышла новость о том, что Верховный суд запретил разводить на садовых участках сельхозживотных. Данная новость очередной фейк. Начнем с того, что суды вообще ничего никому запретить не могут. Запрещают законы и подзаконные акты, а суды только рассматривают спору между гражданами, между государственными органами и гражданами, между юридическими лицами, рассматривают уголовные дела и тому подобное. Но ни один суд в России не имеет права придумывать какие-то запреты. Тем более Верховный суд, задача которого это рассмотреть дело и сказать, правильно ли суд предыдущей инстанции рассмотрел дело, все ли он учел и вынесено ли решение с учетом всех требований законодательства, или суд не учел какие-то нормы права. Давайте я вам напомню, в чем была суть спора. Инспектор Волгоградской области по использованию и охране земель обнаружил, что в Садовом товариществе гражданка Коверченко Таисия Ивановна построила курятник и оштрафовала ее на 10 тысяч рублей за административное правонарушение. Для вашего удобства ссылка на данное решение Верховного суда размещена в описании в комментарии к этому видео, поэтому можете зайти и почитать. Если суд в сентябре 21 года запретил разводить на садовом участке кур, то скажите пожалуйста, откуда тогда инспектор взял статью, на основании которой он оштрафовал женщину? Следуя логике корреспондентов, людей вначале штрафуют, а уже потом суды придумывают запреты, а после этого Госдума должна принять поправки в Кодекс об административных правонарушениях и закрепить этот запрет. Но это не так, механизм так не работает. Так вот, запрет разводить в территориальной зоне СХ-1, которая называется зона коллективных садов и огородов, сельхоз животных было всегда запрещено при Горбачеве, при Ельцине, при Путине. Всегда. Ничего не изменилось. Так же, как ничего не изменилось в работе корреспондентов, которые высасывают новости буквально из пальца. Просто представьте себе ситуацию. Вы приезжаете к себе на дачу на свои любимые 6 соток, а ваша соседка сделала себе небольшой курятник, буквально на 40 хвостов. Стоит ли говорить, что запах куриного помета вам будет щипать глаза даже на расстоянии 100 метров от этого курятника? А если к этому добавить, что второй сосед решил построить себе коровник, то на такую дачу вы больше не приедете никогда. Но также стоит отметить, что Таисия Ивановна решила на даче построить курятник явно не от хорошей жизни, что ей просто нечем заняться. Видимо, пенсии не хватает на элементарные продукты питания. Вот она и решила хоть каким-то образом себя обеспечить. Понятно, да, что это исключительно мое субъективное и предвзятое мнение. Интересно узнать, что вы считаете. Напишите, пожалуйста, свое мнение в комментариях. А если это видео было вам полезно, то ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Я расскажу вам еще много юридических фейков.